Ну вот у нас есть еще тема про вирус, да, потому что пошли снова закрываться школы, пошли включаться на полную катушку карантина в сознательных странах, таких как Израиль и Узбекистан, например. Дело в том, что... Это очень болезненно, во всяком случае, те, которые живут в Израиле, в каком-то, ну, в некотором шоке, потому что им казалось, что правительство опять все делает неправильно. Ну, пойми, страх перед вирусом, перед ковидом-19 абсолютно пропорционален познанию в микробиологии. Чем меньше таких познаний, тем меньше страха. Чем стерильнее от таких познаний человек, тем он более пофигистически относится. Ну, я же помню эти времена, там, Игнация Земельвайса, да, середина 19 века, когда пытались медиков научить мыть руки, и профессора из Эдинбурга говорили, ну, покажите нам этих мелких зверюшек, которые живут на руках. Их нету. Это фигня. Это выдумка, да. Вот вопрос ведь сейчас стоит, можно ли каким-то образом пережить будет эту вторую волну, не закрывая магазины, не запирая людей, вероятно, и не отдавая при этом ковиду-19 еще пару миллионов. Сейчас, в общем, миллион людей на Земле он уже убил. И мы понимаем, что да, это возможно, если не будет этого пофигистического отношения к вирусу. И мы понимаем, что вот те люди, которые сделали все для создания этого пофигистического отношения, они сейчас выглядят очень забавно. И вот хочу обратить внимание на нашего любимца, любимца нашей программы, на красавца Михалкова. Он выдал очередную программу «Бесогон». И это, конечно, большое настоящееся кино с красивым названием «Самозаштопывающийся нацуцурник». Вот я бы так назвал. Ты знаешь, что такое нацуцурник, нет? Не знаешь, хорошо. В общем, смотри, он показал... Нет, это прекрасная вещь. Это одно из главных изобретений человечества. Совершенно верно. Да, вот все экранное время этого «Бесогона» Никита Сергеевич, то, что называется, самозаштопывается. Он чинит себя и штопает в кадре. Он понимает, какой трагический ущерб он нанес себе своими безумными речами про чипы, про говорящих рептилий, про масонский заговор. И он действительно штопает себя, он натягивает себя то на лампочку, то на грибок. И он показывает, что он великолепно владеет тактикой штопки, что он умеет и чулочную штопку, и колготочную штопку, понимаешь, и узорчатую. И он везде штопает себя и штопает. Один раз только вот он... А вот нормально. Он хочет вернуться как бы в нормальные люди, и он только в одном месте... На него пока не получается. У него он только в одном месте перекосил нервные эти смысловые нити, когда ему пришлось объяснять, почему его не допускают до путинского тела, почему ему отказывают в аудиенции. Дело в том, что, пойми, там ведь на самом деле люди, которые пропускают, допускают или не допускают к Путина, они предельно простые. Они смотрят, вот парень, адекватный или неадекватный? Если есть хотя бы один процент риска, что он в какой-то момент может броситься откусить президента уха, его не допустят совершенно неважно, кто он такой и какие были в прошлом его заслуги. А Михалков, он, в общем, всерьез внушает опасения после всех своих речей про говорящих рептилий и чипы, в том, что он ухо так и, в общем, откусить может. Поэтому вот эту часть дыры на своей репутации Никита Сергеевич заштопывает наиболее самозабвенно. Он сам при этом вздрагивает, например, он произносит слово «грев», которого он считает виноватым во всех бедах, винит «грев», а не свою собственную глупость, тут же, значит, пугается слово «грев», заглядывает под стол, нет ли там «грев»? И он штопает себя долго, тщательно, при этом он плачет, хихикает. Он великий актер, с этим никто не спорит. Он, у него ничего не получилось. Он очень искусный штопальщик, он великолепно себя заштопывает. Но нитки, Оля, они плохо держатся в тонкой резине. Да, мы уже поняли, о каком техническом приспособлении идет речь. Мне кажется, вы сочувствуете Никите Сергеевичу. Оль, я же всем сочувствую. Для меня все очень любопытные и важные экспонаты, благодаря которым я очень много узнаю о ХОМа и могу делать выводы уже для своей работы. Для меня же все это, в общем, такие лабораторные объекты.